Богата Российская земля на преподобных праведников. Они защищали свой народ от нашествий фражеских войск. Также наставляли Иберия, напоминали о Вечности. Особое место занимает среди них святой Александр Свирский. Он славился не только прозорливостью, но и даром лечить людей, а также удостоился видеть святую Тротию. Призывайте в помощь Александра Свирского. С такими словами обращается преподобный Александр, являясь разным людям в трудную минуту. Святой сам напоминает нам о том, что он хочет и может помочь. Жития Александра Свирского. Родился святой Александр в русской семье, где чтили церковные обеты и правила. С детства он воспитывался в строгом послушании Богу. После окончания обучения родители Амоса, так звали его в семье, решили найти ему достойную невесту и будущую жену. Но для молодого военца не было главной целью в жизни. Уже тогда он проявлял настойчивость и упорство по единению и чтению молитв. Поэтому он принимал решение уйти служить Богу в монастырь, не сказав об этом ни своим родным. По пути следования ему явились ангелы, устами которых было сказано и выбрано будущее место монастыря. Также дарована встреча со спутником, который вел его до пункта назначения. Преподобный Александр Свирский в 26 лет стал монахом и в смиренных молитвах провел в монастыре полных 13 лет. Он был готов выполнить то, что было предначертано ему свыше. Подальше от людей, на берегу Рычинского озера, в густом дремучем лесу, он соорудил очень скромное жилище и жил там на протяжении 7 лет. Тяжело работаем. Святой Александр Свирский принес с собой в родные края не только мирный дух, но и стал просветителем. Он привез сюда каменные жернова. В обитель часто наведывались представители царской династии, потому что инок считался молитвенником о русском императорском доме. Для народа монах был мудрым учителем, даже сам Иван Грозный проходил к ним за советом. Однажды перед святым явился лик троицы, который указал место для строительства будущего храма. Святой Троицы. В 1508 году он стал священником и был возведен в должность игумена. Но в душе оставался скромным монахом. Не переставая тяжело работать, через некоторое время храм разрастался. Возводились новые сооружения, и люди больше и больше узнавали о нем. Незадолго до своей кончины преподобным Александром была открыта обитель из камня на честь Пресвятой Богородицы Девы Марии. В 1533 году старец отошел в мир иной, и через 14 лет уже был возведен к лику святых. Ныне действующие монастыры расположены недалеко от Санкт-Петербурга. За время существования он пережил многое. Пожары, разрушения, расстрел, разорения и много всего. Сейчас проводятся работы по реставрации и открытию новой обители. Чудеса, которые творил святой. В 1507 году гелия монаха озарила светом. Перед святым Александром Свирским явились три мужа в ослепительных одеждах. До него такого видения сподобился лишь Авраам. На этом месте была возведена часовня, вокруг которой затем и вырос храм по имени Святой Троицы. Также достроился праведник явлению Божьей Матери. В ее честь обитель тоже был построен в храм. Сегодня он разрушен. Мощи преподобного. После окончания тело святого было похоронено на территории его монастыря. А его мощи после многолетнего наблюдения стали мироточить. То есть выделять много благовенного драгоценного масла, что оказывает о его святости. Многие прохожане собственными глазами могли наблюдать это действие. При этом весь храм наполнялся приятным ароматом. Верующие люди из многих стран, не слышанные от чудотворной силы святого, задаются лишь одним вопросом, где находится мощь Александра Свирского. После долгих переездов с одного места в другое, ныне мощь нашли в покойной территории, созданного своими руками монастыря. Многие прохожане могут помолиться и построить исцеление души от страданий и болезней. Искренняя молитва, обрешенная святым Александром, поможет исцелением людям, которые не теряют надежду на лучшее или также своим советам. Также может найти выход из сложных ситуаций являясь наведением. Существует множество доказательств, когда драгоценное масло, выделяемое из его мощей, имело чудотворную силу и поднимало на ноги даже безнадежного больного человека. Есть множество книг, рассказывающих о житье, подвигах, чудесах Александра Свирского. А ты читала какие-нибудь книжки? Да. Какие? Ну, призывайте на помощь. А вот это я знаю, в библиотеке находится, а вот такую вещь не видела. Просто у нас в Уссурийске нет библиотеки. Следующая. Прекрасный пример скромной монашеской жизни пусть вдохновляет вас на молитвенные подвиги. Спасибо за вопрос. Спасибо. Сидия, почему ты думаешь, что ты думаешь? Спасибо за вопрос, потому что я считаю, что он помогает людям. Очень много таких примеров я читала из книги. Я считаю, что это один из самых длинных святых вообще. Вообще, на Русской церкви, на Русской церкви, на Русской церкви, на Русской церкви. И по-моему, никто не спадает, как на Рамках. Да, да. А потом, вот, где он жил на Ламе, я тоже говорил, там, братан. Он называется святым. То есть, вот, в Ламской монахе, что-то, как святого, даже острый, по-моему, даже в честь его святым. Величайший законодельник. А мы мало знаем, надо его представлять. Вот это прикрыло. Икону из одной из длинных икон, которая вот написана. И с собой у нас икона будет, да. Спасибо.